Если мы вспомним Древний Рим и римское право, то кодексы римские, по которым потом жила и Европа, и потом мы взяли за основу много оттуда, из Древнего Рима, они были кодифицированы в 5-6 веке нашей эры специально для того, чтобы упростить вообще понимание этих законов. Законов было так много за многие столетия жизни Римской Республики и Империи, что нужно было их как-то соединить, кодифицировать, лишнее отбросить и сконцентрировать для того, чтобы было понятно, где защищаются твои права, а где права не защищаются. Что касается нашего законодательства нового, те кодексы, которые вступили в силу в середине 90-х годов, например, Гражданский кодекс 1 января 1995 года вступил в силу, и с этого момента все советские законы у нас вроде отлетели в сторону, по истечении уже почти 15 лет требуют дополнения изменений, потому что слишком много появилось боковых законов, ну в кавычках боковых, которые многие даже юристы профессиональные понятия не имеют, где искать, и поэтому, видимо, сейчас и нужна вот эта работа по годификации и пересмотру и кодексов, и слияние многих разрозненных законов в некие общие годифицированные системы. И то, что происходит сегодня в течение уже двух лет потихонечку, вносится изменение блоками в кодекс и гражданский, а также, я думаю, будут изменения в другие кодексы, это правильная работа с точки зрения государства унификации и упрощения, с точки зрения простолюдинов и простых наших граждан, я считаю, что это просто неоценимая услуга государства, если все-таки это будет упрощено и соединено в какие-то книги единой.